Добрый вечер нашим гостям. Итак, Bookspace в Днепре. Откуда идея такая? Добрый вечер. Ну, идея на самом деле, она в русле всей программы «Культурная столица», которая много каких мероприятий за эти... В общем, это уже третий год мы, в общем-то, осуществляем эту программу. Чувствовалось, что не хватает какого-то, ну, такого значительного события. Чего-то печатного. Да, чего-то и печатного, и непечатного, но, в общем, чего-то такого, связанного именно с книгами. Ну, потому что мы в любом случае как-то ориентируемся на то, что происходит. Мы знаем, что есть там во Львове, есть в Киеве. Ну, сам Бог велел, чтобы это появилось в Днепре. А мы же против Бога не попрём. Да, собралась нормальная команда читающих людей. Виктория Нарижна её нету, но она сейчас... Директор. Да, она ар-директор. Директор Вадик Гефта. Вот команда нормальная, партнёры, это областная администрация. Мы немножко с ними спорили, а где же всё-таки должна быть локация. Сначала мы думали, чтобы это сделать, ну, на Майдане, там, где стоял... Но пока решили, что Майдан подождёт. Да, Майдан подождёт. Поэтому, ну, у нас областная администрация убедила, что вот эта площадь между областной администрацией и облсоветом и прилегающиеся эти вот локации, они хороши. И мы, в общем, думаем, что это действительно будет хорошо. Вот как-то там. Более 50 издательств приезжает, более 80 писателей и украинских, и зарубежных. И я подсчитал, что за три дня более 130 всяких акций и мероприятий, включая встречи в больших залах, как, например, вот в здании обладминистрации, там, встреча с Гариком Карагодским, с Орлушей Андреем Орловым, поэтом, вот, и другими. Так и какие-то маленькие, нишевые вещи. Это дискуссии, презентации, перформансы, авторские чтения, даже поэтическое кафе, бар «Невагомес». То есть, действительно, это будет реально встреча с литературой на любой вкус. Ну и плюс, конечно же, книжная ярмарка сама, которая, ну, является неким, там, центральной площадкой. Книжная ярмарка, сразу скажу, чтобы же не возвращаться, чтобы ориентировались, павильон главный, два даже павильона взрослой литературы будет на площади, вот, в этой, между двумя редками власти, между обладминистрацией и облсоветом. Там же и фудкорты будут, и будет отдельно павильон детской литературы возле обладминистрации, с другой стороны, возле инклюзивного парка. Там будет детская сцена, павильон детской литературы. Плюс, нишевые классные события будут еще в хабе «Медиапростер», это возле ракет, который вот находится, а там дискуссии, презентации. И каждый день будет заканчиваться музыкальным событием в музейном саду, в музее украинской живописи. То есть, ну, очень круто. Где еще будет выставка книжной графики. А как вы выбирали вот участников, чтобы было всего и по чуть-чуть? Мы отсеивали просто. Ну, отсеивали, кому-то же отказывали, да? Не, ну, безусловно, кому-то отказывали, кто-то отказывал. Первый год нам, например, вот, как бы, вначале, например, на «Арсенале» говорили с агентами, там, Савика Шустера, книгу издал, можно противоречивая фигура относиться. Но сказали, да нет, не знаю, вот сейчас им просто нету места. Они хотят, вот, чтобы Шустер приехал, а для этого двигать, как бы, кого-то нельзя. То есть, на самом деле, это огромная работа, которой занималась, прежде всего, арт-директор Нарижна со своей командой. И ряд писателей просто привозят свои издательства. Приезжают все крупнейшие издательства, каких-то писателей везут, вот, издатели и устраивают им встречу на базе нашей площадки. Будет действительно так. Как же нам разорваться, как же выбрать, как же, ну, на всех не пойдешь, да? Ну, надо, во-первых, очень внимательно изучить программу, она есть на сайте. Сайте BookSpaceFest.com, плюс еще страница, книжковый фестиваль BookSpace. Вот, и сайт BookSpaceFest.com очень хорошо сделан, там очень подробно расписана программа. Советую заранее знакомиться, чтобы вот свои нишевые направления выбрать. Заранее, конечно, почитать книги авторов, которые приедут, ну, чтобы уже ориентироваться, кому там, любимому идти. Вот. Ну, и на самом деле, понятно, что можно не все успеть. Ну, в любом случае, можно выбрать то, что понравится. Ну, а что не успеть, значит, ждать следующего года. Я хочу сказать, что это знаковое событие. Понятно, что мы вот, как бы, в этот рынок вошли. Есть вот вроде Арсенал, который в мае, в июне он блуждает. Есть Львовский форум. Мы хотели, во-первых, чтобы это обязательно все-таки был Open Air, чтобы это не было здания, чтобы проверить. Ну, кстати, да, он только закончился во Львове. Да, мы специальными форами для тех издателей, кто хочет, а захотели практически все, форой перевозят книги вот прямо из Львова сюда. Другого времени, в следующем году, возможно, мы так выстрелим сейчас, что придется к книжному арсеналу и к книжному форуму в Львове двигаться. Возможно, это сентябрь, это не окончательно. Возможно, мы в следующем году будем в июне. Но то, что ему быть и то, что просто... Я считаю, что именно для этой акции книжный фестиваль «Город» вопиел, можно ли так сказать, больше всего. То есть это самое, в общем-то, то, что витало и то, что необходимо было сделать в городе. И поэтому мы решили не откладывать до следующего года. Действительно, форс-мажорных нам уже не привыкать. В обстановке определенного скепсиса, к которому мы тоже привыкли. Но доказав как бы своими акциями, что можно в этом городе. Невзирая на... Да что в этом городе ничего не может? Да вот это что? Что мы там Львовы? Да у нас не аэропорт. Да не, ну зачем же так? У нас фестивальный город, у нас теперь тишина. Но аэропорта нет все равно. Ну, будет. Причем вот как бы еще идея, ну, концепция этого фестиваля. Вот Bookspace все-таки Днепр как бы космическая столица, в общем-то. И у нас Иван Маск вот собирается там в Hyperloop, да, там проект, ну, какую-то делать такую испытательную станцию. Короче, ну, если все комиссии курсовета пройдет. Да, и была идея в том, чтобы сделать образ, ну, города будущего, да. Вот и там павильоны будут таким образом сделаны, и вся вот эта локация будет устроена так как какая-то космическая станция там будущего. И естественно, что и наполнение тоже будет нацелено на то, что мы открываем город завтрашнего дня. А вы сказали, если выстрелит, а что вот будет считаться успешным? Что должно произойти, как должен пройти фестиваль, чтобы вот вы считаете... Ну, если в сюжете девятого канала в новостях выйдет, что был фестиваль... Ну, серьезно, ну, должны быть довольны, должно быть понравиться издателям, должно быть понравиться прежде всего гостям. Уже фестиваль вызывает большой интерес, сюда едут. То есть, видят ли они реакцию горожан? Они едут именно в этот город, потому что у людей есть тяга, есть достаточно большое количество людей, которым этого не хватает. Одного львова, страна большая, как бы мы не говорили об уменьшении населения. Должно понравиться... Очень простые критерии. Должно понравиться людям, гостям. Они должны уйти с отличным настроением, с хорошими книжками. Должно понравиться издателям. Должно быть комфортно в этом городе, и, в конце концов, они должны продать свои книжки на радующую их, скажем там, сумму. То есть, это должно всем странам. Должно понравиться телевидению, которые увидят, в общем-то, картинку, что это не просто лотки, с которых торгуют книги, а это концептуально там достаточно штука. То есть, люди должны быть счастливы. И это критерий успеха этого инфектора. Причем, я хочу сказать, что у нас есть... Ну, я не могу сказать, что его как-то можно измерить, но вот некое такое ощущение, вот, ну, обратной связи. Вот когда то, что мы там затеваем, происходит, и это нравится городу, мы это чувствуем. Да, безусловно. Мы же достаточно критично, невзирая нам всю браваду, мы и трезво относимся там к тому, что мы делаем. Пользуясь случаем, хочу сказать, что есть некоторая проблема. Очень не хватает волонтеров для этой акции, для акции такого важного события. Да, да, да. И, пожалуйста, вот на страницу, у меня сейчас нет, к сожалению, с собой телефона, я только что получил это сообщение. На странице вот фестиваля в Фейсбуке книги Bookspace будут телефоны, по которым, то есть, если вы хотите в этом поучаствовать и посрабить... А что нужно от людей? Кто нужен? Какой возраст? Там нужны просто молодые люди. Ну, там, условно говоря, там же куча локаций. Куча локаций. Там ничего особого. Нужна просто исполнительность быть свободными пятницу, субботу, воскресенье. Там дежурить, да? Чтобы дежурить, в воду, там, ставить стулья, переносить, помогать, что-то передавать. Это же действительно гигантская массовая акция. И просто ни денег, ни людей не хватает на то, чтобы это... И волонтеры это нормально. В нашем городе не хватает денег. Ну, люди еще равно важнее. Людей не хватает больше даже больше. Людям не хватает денег. Людям не хватает денег. Из сенсаций кого назовете? Что-что? Из каких-то сенсаций таких вот, вау, раз и пришли. Я боюсь там кого-то обидеть. Вот смотрите, вопрос... Ну да, вы сейчас будете называть всех, чтобы не обидеть. Ну понятно, кто-то называет, хотя само понятие хедлайнер для такого мероприятия, это же не шоу-концерт. Называют Андрея Орлова, Орлушу, Гаррика Карагоцкого, Сергей Плохий, историк Гарварда, выпускник, кстати, Днепровского университета... Лауреат Шевченковской премии. Я просто вот приведу пример. Вот как в одно и то же время никак не развести. Вот в Большом зале, например, читает Гарри Карагоцкий, встречается популярным, значит, действительно популярный автор, бизнесмен, личность яркая. Уже там три книжки выпустил. А в поэтическом кафе в это время выступает Аркадий Штыпель, человек-шестидесятник, который в Днепропетровске тогда еще родился, учился в Днепропетровском университете, был в 60-е годы вначале исключен за украинский национализм, еврей. Он подверг, диссидент, и в Москве сейчас как бы живет, и жена его переводит на украинский язык там, и с украинского на русский, и с русского на украинский. И вот такой вот нишевый поэт-шестидесятник, о котором, ну мало кто знает, для меня, и вот такое вот развитие. И в это же время Марси Шор, американский историк из Терекиня, как сейчас принято феминить его говорить, презентует книгу в другом зале, основанную на Майдан, о событиях Майдана, «Украинская ничь. Интимная история революции». А через час Андрей Рож, французский философ, презентует книгу в беседе со переводчицей своей Ириной Славинской, «Перша стать», «Первый пол», о маскулинности, о мужской идентичности, о том, нужно ли, это прорывная книга. И последнее добавлю, а за час до этого на детской сцене Глен Ринквитт, датский писатель, презентует свою книгу, которая кучу премий взяла, как детям рассказывать про смерть, как их готовить, условно говоря, к смерти близких, там сюжет, в двух словах скажу, дети, четверо детей на кухне сидят со смертью, которая пришла за их бабушкой, и вот они разговаривают об уходе, о прощании, о свете и тьме. Ну, то есть, действительно, просто я привел вот такой вот пример, назвать кого-то сенсацией, все это очень, как бы, интересно, это не шоу-бизнес. Ну, уж надо было не так насыщенным для первого раза. Может быть, сейчас, но... Так вот, ну, как-то всего ходит. Ну, ничего. Так получилось, простите нас, люди, приходите. Ну, уже, на самом деле, пройдет, ну, отголосок, вот, его след, он останется. Кто не успеет встретиться с автором, ему кто-то расскажет, он прочтет эту книжку. Это должно работать аж до следующего фестиваля. Ну, что, приглашайте, давайте еще раз, когда, где прочесть, и во сколько, куда можно прийти к началу. Ну, скажи, то есть, с 28 по 30 сентября, с пятницы, суббота, воскресенье. Основная площадка, площадка, это павильон, значит, между обладминистрацией и облсоветом, павильон взрослой литературы, медиахаб, медиапростер, который возле ракет, детская сцена за обладминистрацией возле эксклюзивного парка, музыкальная сцена, музей украинской живописи, пять локаций в ОГА, значит, залы, и сайт bookspacefest.com или страница в фейсбуке, книжковый фестиваль Bookspace. Очень подробная информация, очень хорошо по интерфейсу программа изложена, можно разобраться. Советую заранее знакомиться, выбрать себе вход свободный, вход на все мероприятия, на все встречи, на все мероприятия. Поэтому денег не хватает. На саму выставку вход свободный. Приходите, это действительно знаковое для нашего города событие. Спасибо. Я думаю, что оценим потом, немножечко позже, посмотрим, понравится ли телевидение. Мы тоже критичны, как и вы. Так что желаю удачи. Спасибо. Приходите. Спасибо.